Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Первый взгляд мы посмотрим полную версию игры Крю, которая вышла буквально на днях. На самом деле я это видео пишу уже по второму разу. Дело в том, что мы с Джеком сегодня это видео уже писали вдвоем. И, собственно, его версию вы сможете увидеть у него на канале. Но проблема в том, что компьютер у меня сломался. Ох, нихрена себе, Мишка, ты чё? Компьютер, короче говоря, сломался сегодня. Мишка, чё ты делаешь, Мишка, япономай? Посмотрите на этого Мишку, он там... Вот, поехали. Короче, я хочу сказать следующее. У меня полетела винда, полетели вообще все настройки, полетело всё. Я сегодня просидел часов шесть. И так как у меня ничего не записалось, я решил записать для вас небольшое послесловие. В целом, всё, что там мы хотели сказать, мы уже сказали в том видео. То есть, игра определённо вышла шероховатой. На данный момент в ней очень многое работает не так, чтобы хорошо. То есть, то видео мы вообще записывали на клавиатуру. Потому что геймпады эта игра тоже поддерживает постольку, поскольку почему-то так вот оказалось. Временами, во время гонок управление отрубается. Не знаю. Сейчас, кстати говоря, вышел какой-то Day One патч, который это вроде как исправил. Поэтому я сейчас играю на геймпаде, и вроде как мне норм. И, короче говоря, очень большое количество технических проблем, которые, в принципе, для ММО игры в первый день нормальны. Техническая составляющая игры тоже сделана, в принципе, хорошо. Но звёзд с неба не хватает. То есть, допустим, вот те же самые колёс на арке, если приблизиться, то вы посмотрите и увидите, что там всё в углах, скажем, вот такой вот. Но, тем не менее, это офигительная игра. В ней очень красивая природа. Сейчас вот мы, допустим, едем по штату Мэн. Родине Стивена Кинга, где он живёт, и где происходит большая часть событий его книг. Что, в принципе, прикольно, потому что штат реально большой и очень круто и детализированно сделан. Большое количество машин. И самое главное, что меня здесь радует, то, что это, по сути, это не гонка. Это игра, что-то такое, типа старорежимного драйвера. Помните, там первые две-три части. Вот они были реально прикольные. В игре замечены другие гонщики. Можно позвать их в команду? Не, спасибо. Я покатаюсь один. Короче говоря, здесь интересно даже просто ездить. Это реально прикольная вещь. Она именно такая медитативная. Особенно, если поставить вот эту радиостанцию, которую у меня сейчас играет. Такая релакс, там все дела. Ланш. Всё прикольно. Большое количество машин, неплохой тюнинг. Реально неплохой. И большое разнообразие действий. Когда я играл в бету на PlayStation 4, я игру достаточно плотно так присел на сюжет. Достаточно плотно играл. Неплохой сюжет. То есть, от вас практически не требуется что-то там выполнять. Какие-то гонки, куда-то приезжать первым. По большей части всё, что вы занимаетесь, чем это слежка, либо там устранение другой машины, либо там, я не знаю, побег. Там один раз меня вычислили, узнали, что я полицейский под прикрытием. Сюжет прикольный, кстати. Узнали, что я полицейский под прикрытием. И за мной гнались там где-то, наверное, штук 10 черных джипов. Вот сейчас вот я не газовал. Это опять же, я жал полный газ, но машина отказывалась газовать. Хрен его знает, короче говоря, что с этим управлением. На клавиатуре играть вообще неудобно. Ужасное управление на клавиатуре. Вообще просто пипец. Управление на стрелочках, при том всякие взаимодействия с интерфейсом через WCAD, через пробел. Чё намутили? Зачем вообще? Вот это было реально очень-очень тупо. Но если игра будет нормально работать на геймпадах, то, я думаю, управляться тут будет достаточно прикольно. Короче говоря, прикольный сюжет. Мне действительно он очень понравился. Полиция, опять же. У меня так гонки с полицией мне забавляли, наверное, со времен Most Wanted. Вот я сейчас опять газую пополню. И видите, машина то газует, то нет. На данный момент, на первые несколько дней, я хочу сказать, что она ввиду вот этого неиграбельна. По крайней мере, на моем геймпаде. Не знаю, может это издержки моего геймпада. То есть, у меня сейчас геймпад Razer Saber Tooth, который является, ну, такой, производный от Xbox 360. Но при этом у него своих фишек хватает, поэтому вполне возможно, что это косяки чисто с этой моделью. Хрен его знает, в общем. Но при этом, повторюсь, игра прикольно выглядит. Вот природа. Вы можете вот тут вот завернуть и поехать в поле. Если команда поддерживается, там, до четверых человек. Помните, мы играли там с Помидоркой. Шус недавно вызывался тоже погонять. Не знаю, может в будущем вполне возможно. С Джеком мы ездили постоянно. Тут реально с друзьями играть можно очень прикольно, потому что, ну, не знаю, в этом что-то есть. Даже просто, когда мы ездили по Лос-Анджелесу и сравнивали его с Лос-Антосом из, собственно, GTA V. И то было прикольно. Мы там час, наверное, ездили, все осматривали, разинув рот. То есть, карта реально, вы посмотрите на нее, карта большая. Вот это вот то, что мы с Джеком сегодня проехали на его видео. Пройдите на его канал, посмотрите. Мы там реально прикольно катались. Опять же, всякой ерундой занимались. Ну, короче говоря, у нас полчаса ушло на то, чтобы довольно-таки быстро проехать Детройт, вот до этого штата Мэн. Когда мы с Помидоркой и с Джеком ехали на западное побережье, у нас где-то полтора часа ушло на то, чтобы до западного побережья добраться. При этом мы и в горах там побывали, и у Аспена. И везде разные события, то есть, разное окружение. Снег, там, горы, лес, тому подобное. Короче, что-то вот такое. Не знаю, на самом деле сейчас под упор, потому что время без 15.04. Я сегодня боролся с компьютером весь день, но я не знаю, что я до вас хочу донести. В целом, просто хочу сказать, что дайте этой игре шанс. Я вот, допустим, очень, как вы помните, во время первого взгляда кастерил Форзу вторую за физику. Но при этом, когда я привык к физике, я понял, что это, наверное, лучшая гонка в этом году. Форза в Моторспорт. Форза Horizon 2. То есть, несмотря на то, что там физика, ни рыба, ни мясо, то есть ни аркада, ни симулятор. В остальном, если ты к ней привыкнешь, игра доставляет просто море фана, кучу эмоций, потому что там реально все очень круто. Очень-очень круто. Так и с этой игрой. Здесь физика по-другому. Физика не раздражает, в принципе. Просто, когда ты играешь, допустим, в GTA V, прыгаешь там на джипе с горочки, и он играет всеми колесами, подвеской, при том, что игра-то не гонка. И после этого ты играешь в крю, где машины ездят реально как кирпичи. Это вызывает определенные вопросы. Но в целом, если не обращать внимание на то, что есть более сильные конкуренты, именно в плане физики игра, ну ничего такая прикольная. Здесь можно делать всякие полицейские развороты. И что прикольно, то, что каждую машину, вплоть до какой-нибудь Lamborghini Gallardo, можно взять, поставить на нее колеса от Afro, до какие-нибудь там, я не знаю, рамы алюминиевые, и сделать из нее реально какой-нибудь борзый такой Afro. Вот это реально прикольно. Это круто. То есть тюнинг, он даже, да, вообще каких-то непонятных деталей опускается. Типа там раскраска салона, сделать салон там пластиковым или из кожи и тому подобное. То есть странные вещи. И благодаря этому свою машину, там наклейки, раскрашивая и тому подобное, вы можете сделать действительно уникальной. Учитывая, что на карте все время полно игроков, вон какая-то криверка едет, смотрите, видите, как раз таки вспомнила, на чем он едет. Твои друзья в сети. Может, они хотят присоединиться? Да нет, я сам не хочу никого присоединяться, я спать хочу. Короче, вон пацанчик у нас едет на мини-купере. У меня тоже такой. Его подарили за то, что мы предзаказали иглу, а игра у меня по предзаказу на пике. Хорошо. Там еще дали какой-то Ford или Dodge Ram, я не помню. Ну, короче, какой-то внедорожник. На нем тоже можно покататься. Ну, короче говоря, мы с вами покатались вот сейчас по миру. Давайте какую-нибудь миссию зайдем. У меня здесь еще немного пройдено, поэтому, скорее всего, в предыдущих моих видео по этой игре, там по бете, по альфе, вы их уже видели. Но куда-нибудь мы с вами сейчас зайдем. Что прикольно, вот это вот то, что я все в бете ездил, карта, она у меня вся открыта. Не знаю, прикольно и странно при этом. А вот это вот уже не открыто. What? Так, секунду. Это у нас легкий толчок, и это, по-моему, на самом деле разрывающая миссия. То есть там реально нужно догнать баги за 3 минуты и перевернуть ее. Это легко сделать вдвоем, но при этом в одиночку очень трудно, потому что эта скотина обладает неплохим искусственным интеллектом, и вы реально запаритесь. Я там где-то раз, наверное, с 10-го его сталкивал с дороги. Сейчас попробуем, в принципе, посмотрим, как оно получится. В общем, сегодня мы с вами посмотрим, где-то, наверное, минут 5 из игры. Просто я хотел сегодня выпустить хоть какое-то видео, потому что я попал... Да. Я уже еду. Короче, хотелось хоть что-то вам по крю показать, потому что, ну, вы же меня сегодня будете спрашивать, а что там с крю? В общем, мой вам вердикт по крю, если вам действительно не можете играть, что на самом деле для меня абсолютно непонятно, потому что я сейчас офигею от количества новых игр, которые вышли. Это там, ну, вы поняли, Far Cry, Dragon Age, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Unity и тому подобное. То есть, реально много игр, в которые можно засесть. Если вам сейчас не во что играть, то садитесь за крю, она хорошая. То есть, вам мои советы. В ней всегда есть чем заняться. Но при этом нужно быть именно любителем продукции Ubisoft, потому что, не знаю, в последнее время, я говорю, мне даже доставляют вот вышки открывать в том же Far Cry. Здесь тоже, кстати, вышки есть. Здесь тоже нужно открывать вышки, чтобы открывалась территория и тому подобное. Так что, сложно объяснить, но что-то, короче, в этой игре притягивающее есть. Кто-то подумает, что я ее расхваливаю. Нет, тут недостатков хватает тоже. Так, в вашей сессии нет игроков. Быстрая игра отменена. Ладно, в одиночку поехали. Че ж поделаешь. Значит, помучаемся. Здесь, по сути, короче говоря, нужно раздолбать машину, которая от тебя убегает. Устраните человека трое. Работает все вроде нормально. У меня стоит на ультрах. Я недавно купил новую Видяху на этой неделе 980 GTX. Будем надеяться. Работать она у нас будет долго. Ты его нашел? Вижу его. Хорошо. Задай ему жар. Ну и, короче, вот. Porsche Cayman. И оффроуд. Это довольно странно, но... Но нормально. Для этой игры это нормально. Если вы думаете, что это просто, это не просто. Он реально, короче, он уходит от нас. Вы видите? А у нас на все про все 3 минуты. Нам нужно за несколько раз, то есть за несколько попыток высчитать его маршрут, только после этого, чтобы ему просто в бок прилетало. Отлично. Короче, ну вы поняли. С первого раза у нас не особо много получится. Я вообще с таким видом езжу в этой игре, чтобы что-то получалось. Давайте попробуем еще. У нас с таким видом обзора особо у меня, да? Господи, что тебя так трясет? Раньше не трясло же. Неплохо здесь с разрушаемостью. То есть, если ты видишь что-то там, что можно сломать по логике, то ты это сломаешь. Каких-то там несбиваемых столбов там я не заметил. Ну, наверное, есть, не знаю, но я не уйду просто. Короче, минута уже прошла, а мы, по сути, ни на шаг не приблизились. Он по-прежнему в 35 метрах спереди. Что это означает? Это означает, что мы задолбаемся его сейчас убивать. Я говорю, вот этот один загоняет, он потихоньку реагирует. Ого. О, черт, перелет. Короче, сегодня мне не прет. Да успокойся. Сейчас все будет. Короче говоря, один его постоянно куда-то направляет. О, черт, да что ж такое, япономать. А второй в этот момент куда-нибудь бочином улетает, как мы с Джеком, собственно, и сделали. У нас с первой попытки, по-моему, все получилось. И с второй. Но сейчас не знаю, что-то как-то шансов уже мало. Я не помню, чтобы эта машина так прыгала в ранних версиях. Или я лучше водил, может быть. Пора вытаскивать рыбку на берег. Слушай, а он что-то притормаживает. Может под давки? Давай, да он сам сейчас убьется. Куда он едет вообще? Да, один хрен, наверное, не успеем. Давай. Вот нажмем, бро. Так, половину снесли, кстати говоря. Но он что-то вообще не едет. Я не знаю. А, хрен там ушел. Ушел? Так, вот сейчас можно в бочину улететь. Давай. Да, блин. О, смогли с первого раза. Не знаю, но я не могу, конечно, похвастаться, что я нормально ехал. Короче, вот таких тут заданий большинство. Тут нет таких гонок, которые реально там всем уже поднадоели. Не, гонки-то есть, в принципе. Но основные задания, которые вызывают интерес, это всякие там столкни, потом ограбь там инкассаторскую машину. Это реально напоминает вот форсаж. Помните там, как грабили эту фуру и тому подобное? Так, мы сразу что-то поставили на машину. Жалко, эту с собой взять нельзя. Ну, окей, хорошо. Сейчас, по-моему, нужно будет от копов уйти. Пойдем еще на одно задание. И после этого будет задание, которое вы уже не видели. То есть я их не записывал ни на одном. Да, думаю, до него дошло. Отлично, отлично, до связи. Бэшка прикольная, но, кстати говоря, мне вот эти вот новые BMW, вот эти вот Z всякие, они не особо нравятся. Они какие-то не мужицкие. В Бэхе они всегда были как рубленый топором. Но это было у них круто. А эти что-то как-то все круглые, как облизанные какие-то солидовым намазные. Так, что у нас там еще по заданиям есть? Вот такое-то у нас задание есть. И нам уже, похоже, можно выдвигаться средне-скоростное. Что? Я вообще в первый раз вижу. Но мы туда полгода будем ехать, нам еще мимо Чикаго надо проехать. У нас, короче, следующее задание уже там, у нас скоро вот этот вот человек, он поймет, что мы подставной, там, коповской. Начнет на нас охотиться, и мы убежим в Чикаго. Это такой небольшой спойлер. После этого вы там в Чикаго, и дальше будете двигаться уже на запад. Мне это будет прикольно. Ну, потому что я наиграл... Я тут устраиваю автогонки в центре города. Так вот, что-то развелось в последнее время крутых рейсеров. Понимаешь, намек? Покажи им, кто здесь хозяин. Ты обратился по адресу. А, окей, это же мы, по-моему, сейчас на скалане будем ехать. Я что-то вообще не помню. Не знаю, управление в целом... Так, тут я не проеду. Ага, вернуться на трассу, конечно. Управление в целом нравится. Машина временами ведет себя странно, конечно. То есть, откровенно, я не могу сказать, что тут физика хорошая. Но в целом тут нет такого, чтобы ты прям там поворачивала, машина уходила в какой-то неуправляемый занос, вообще там, без какого-либо повода. Так, игроков в CC по-прежнему нет, все дела. Ну, поехали в одиночку. Это, по-моему, задание, где мы сейчас на скайлайне будем рвать всяких мажориков. Такой, чисто гонка. Но машина будет оффроудной, оффроудной скайлайн. Нет, по-моему, достаточно прикольно. Ну да, ну да, точно. И здесь вот это вот оффроуд первого уровня. То есть, оффроуд второго уровня, там будут более широкие колеса, более высокая подвеска, и вообще там, короче, все по-другому будет. Вид капитально меняется у машины. Мне это понравилось. Так, ну погнали. Э, машина, ты что, не поворачиваешь? Есть, типа, закись, она постепенно набирается, как это было в Burnout Paradise. Я не помню, у InfoSpeed это, по-моему, поздних уже не было. Эта тачка класса внедорожная. Она хоть где проехать может? Да, я понял. Они прыгают лучше, чем стриткары. Так что ищи места, где можно срезать. Окей. У меня, кстати, убрана вся помощь в управлении. То есть, игра хоть немножко более стала сложной в плане управления, чем изначально. Потому что здесь стоит... Вау. Здесь стоит всевозможная поддержка, и когда ты едешь, там, игра за тебя реально доруливает, чтобы ты, там, ехал на трассу. Мне это вообще не понравилось. Поэтому я все это выключил. Но встал гораздо, гораздо сложнее, чем когда я раньше играл. Блин, чё, норм. Только носит пипец. Проехал, блин. Вот и именно от грузовик надо. Короче, блин, с видом от третьего лица я в этой игре что-то не особо котируюсь. Надо догонять, потому что иначе мы сейчас вторым придем. А это не очень. Да, блин, не успел. Ну, короче, сейчас сделаем. Так, я нажал. Видите, короче говоря, я поставил управление с клавиатурой, поэтому у меня все кнопки с клавиатурой. Поэтому хрен его знает, что там нажимать. Вот. А сейчас мы... Я немножко привыкну. Теперь тормоз не работает. Не знаю, с управлением реально бока какие-то. Напишите, кстати, в комментариях обычный геймпад от Xbox 360. Нормально работает? То есть, есть ли вот такие вот недожимания, пережимания иногда? Иногда машина просто стоит и начинает ехать назад. Это чё вообще такое, блин? Это ненормально. Так, давайте с видом от первого лица от капота. Разорим этих клоунов. Ну, так, поживи. Поживи, пошли. Давай, 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 давай. Да, я понял. Они прыгают лучше, чем стриткары. Так что ищи места, где можно срезать. Окей. Здесь меня в прошлый раз вписало полную стену. Слипстрим здесь интересно работает, нет? То есть, сзади можно пристроиться за машиной? Так. Охереть. Не, на полной, то есть, безо всякой помощи эта игра становится охерительной. Ой, я сейчас куркнусь. Блин, ну я же на колеса приземлился. Ну, давай, быстрее. Вот это было нечестно. Короче, я пять секунд стоял, ждал загрузки. Я молчу. У меня трейхард. О, давай, жми, родной. Жму, жму, родной. Замолчи уже нафиг. Не дай себя обойти. Ну ладно, получилось, короче говоря. Блин, сложно стало. Не знаю, но мне сложность нравится, потому что в машине как-то больше физика чувствуется. Что-то такое, короче. У меня просто решение отключить это возникло, когда мы с Джеком сегодня ездили, и машина такая смотрит. Я выезжаю на обочину и решила мне помочь. И ненавязчиво так взяла меня на пол корпуса, короче, повернула, загнала обратно на трассу и вписала в полицейскую машину. Это при том, что я просто газ сжал и вообще ехал в другую сторону. Я думаю, о, ну это вообще пипец. Играйте сами. Так, выключил всю поддержку и после этого понял, что поступил так не зря. Короче, будете играть, выключайте тоже. Ну и среди прочего, короче говоря, Crew одна из тех игр, в которые я не против поиграть. Если что, в Uplay добавляйтесь. Black Silver Ufa единственное ное. Я не знаю, сколько там лимит в стиме, там, 200, по-моему, друзей. То есть, кого успею, добавлю, кого не успею, не добавлю. Возможно, покатаемся. Я не обещаю, что я буду там круглосуточно в эту игру играть, но то, что я в нее много буду играть, это да. Короче, собственно, вот такая вот игра. Я вам показал ее немножечко, но показал в Сингле, а самый смак... Вы что, охренели, что ли? Права купили? Самый смак этой игры в мультиплеере, как минимум, два игрока, а чем больше, тем лучше. Самое офигенное, это когда ты создаешь команду, и вы реально начинаете уже ходить на дело. То есть, тут есть, помимо того, что... Нет. Помимо того, что здесь есть, собственно, вот это, здесь еще есть всякие там недельные ивенты, дневные ивенты и тому подобное. То есть, вот тут можно посмотреть PvP события и тому подобное, испытания всякие. То есть, реально есть чем заняться. Если хочется поиграть гонок, что-то в духе старого Most Wanted, то вот, собственно, вам сюда. Сразу хочу сказать, что сейчас вот с этой новой ценовой политикой игра стала стоить уже дороже, и цена, откровенно скажем, стала конской. Но, тем не менее, поиграть вы не сможете только на лицензии, потому что это все-таки ММО. Короче говоря, если можете себе это позволить, я думаю, вам оно понравится. Но, опять же, на любителя, сколько людей, столько и мнений. Я, с моей стороны, хочу сказать, что ну, неплохая игра, в общем. Неплохая игра, поиграть определенно стоит. Либо нет. Решать уже вам. А я пошел спать, потому что время уже 4.05. Я сегодня провозился весь день, повторюсь с компьютером. Но будем надеяться, что это видео выйдет, чтобы вы могли увидеть и не спрашивать меня, что там с крю. Собственно, вот такие дела. Не забывайте комментировать, ставить пальчики вверх, если вам понравилось это видео. И увидимся в других. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин